В Твери инспекторы Россельхознадзора проверяют цветочные магазины. Специалисты исследуют растения, привезённые за границей на наличие вредителей. Какую скрытую угрозу могут представлять букеты и горшечные растения, узнала Наталья Чекет. Полки цветочных магазинов, как всегда, пестрят букетами. Однако цветы или растения в горшке могут принести не только радость. Под хрупкими лепестками флоры могут поселиться представители фауны. В цветочных магазинах мы смотрим растения на западный цветочный трипс, другие трипсы, их достаточно большое количество видов, на щитовки и другие различные карантинные организмы. Чаще всего находим, конечно, западный калифорнийский цветочный трипс. Даже самый внимательный покупатель не сможет разглядеть в цветах опасного вредителя. Калифорнийский трипс выдерживает транспортировку и быстро акклиматизируется. Поэтому специалисты Россельхознадзора сначала хорошо стучат по растению, а потом рассматривают всё под лупой. От такого обращения с цветком не спрячется ни одно насекомое. Невооружённым глазом совершенно невозможно увидеть. Поэтому вот мы трясём, чтобы посмотреть потом через луку. И признаки уже поражения. Листочки, которые у нас с признаками вредителя, они, во-первых, окраску свою, да, и вот бугорок, они высасывают. И поэтому микропроколы вот мы смотрим, да, и вот бугорок как раз вот похож прямо вот, да. Цветей, которые вызывают подозрения, у инспекторов Россельхознадзора, забирают для дальнейшей экспертизы. Отобранные пробы направят на исследование в лабораторию. По внешним признакам мы определяем то, что это может быть карантинный объект, отбираем образец и отправляем на экспертизу в лабораторию. Лаборатория уже выдает заключение. Если наши догадки подтверждаются, и это всё-таки карантинный объект, естественно, мы об этом сообщаем в магазин, и партия должна быть уничтожена либо обработана. Большую часть цветов к нам привозят из Эквадора. Некоторые приезжают из Нидерландов. И время от времени заражённым растениям удаётся пересечь границу. Цель таких проверок — обнаружить и не дать распространиться вредителям. Ведь, к примеру, калифорнийский трипс очень быстро размножается. Они поражают все растения, и комнатные, и срезку цветов. И могут даже поселиться на плодовых деревьях, на пустарниках. Чтобы не купить заражённые цветы, специалисты советуют осмотреть букет. Не ставить его рядом с комнатными цветами. А если приобрели растение в горшке, отставить его от тех цветов, которые уже есть, и понаблюдать за ним одну-две недели.